Привет! Ты под домашним арестом. А как так получилось, что тебя под домашним арестом оставили в Киев? Суд же в курсе, наверное, что живешь не в Киеве был. Как тебя здесь оставили под домашним арестом? Дело в том, что суд, следствие и прокуратура очень сильно хотели меня закрыть в СИЗО, поэтому принято было решение сделать мне договор аренды жилого помещения в Киеве, чтобы не было оснований у суда думать, что я могу убежать куда-то, что у меня есть место жительства в Киеве. Я неделю пожил у подруги, потом снял себе уже свое собственное жилье в Киеве и вот сюда перебрался, предварительно уведомил следователя, прокурора, ну и, естественно, еще отдельно написал письмо, и участкового в Днепровском районе, где я был. И какие перспективы, что ты думаешь? Назначена апелляция на понедельник, на 5 марта на 14.45. Значит, у меня в Уфале суда написано, что утримоваться вид спелкувания со слитками-то потерпелами, але адвокат может спелкуваться и может уже оценивать размеры материального ущерба, и я могу начать компенсировать материальный ущерб, который я причинил в результате своей политической акции. Значит, в первую очередь я рассчитаюсь дежурным. Это в Chevrolet Aveo я ему разбил стекло и повредил багажник. Вот, я думаю, что я сегодня это сделаю, ну, отправлю через адвоката, чтобы поговорили, пообщались. Там еще потерпелы, потерпевшие связывались с адвокатами, спрашивали, что да как. Ну, будем потихоньку закрываться. В апелляции буду требовать, ну, требовать, просить, снятие круглосуточного домашнего ареста, чтобы я мог начать, ну, работать, полноценно зарабатывать деньги и как-то рассчитываться. То есть тебе придется здесь оставаться? Ну, я думаю, что я уже стал киевлянином. Ну, месяца на два так точно, потому что вряд ли суд простит меня за такую, как они считают, хулиганскую выходку. То есть они это политической акцией признавать не хотят, и гражданские позиции не хотят признавать? Ну, один из потерпевших является секретарем судьи, и он прибежал, когда я был в наручниках, и кричал, что он меня посадит, я по-любому буду сидеть. Именно секретарь посадит? Ну, у них же там все повязано, связано, они друг друга знают. Опять же, если во дворе Словенского суда стояли автомобили следователей, то они не могут не общаться. И та педозра, которую мне вручали без адвоката по 296 статье, пункт 4, это хулиганство с нанесением телесных повреждений специально подготовленным предметом. Они-то предмет увидели, топор, но они забыли или, может быть, не хотели даже брать до уваги, что телесных повреждений вообще-то нет, и свидетелей-то не было. Это все происходило во внутреннем дворе Словенского суда. И людей там не было на тот момент. Ну, потерпевшие, как вообще, ты писал, что они боятся тебя даже в наручниках? Ну, они там, ну, как бояться? Они боялись, когда прибежали и не знали, что со мной делать. Там кричали, хотели убивать, избивать. Даже так? Ну, сразу же на улице все началось. Выбежал судья. Где он? Где он? Дайте мне его сейчас сюда. И после этого мне уже надели наручники, он начал прыгать на меня. По поводу последователей, которые, если вдруг захотят кому-то что-то испортить, и если последователь проводит политическую акцию, и потом идет, сдается и говорит о том, что он готов компенсировать нанесенный материальный ущерб, то я, ну, каждый гражданин имеет на это право, каждый законопослушный гражданин. А если кому-то что-то ночью сжигают, пусть это 150 раз какой-то коррупционер, то и никто за эту ответственность абсолютно не несет, пусть даже, не знаю, там, какие-то, наверное, доми патриоты, какая-то там записка, какая-нибудь, не знаю, визитка Яроша, чтобы оставалось, ну, чтобы хоть объяснение было, за что конкретному человеку, коррупционеру, там, не знаю, негодяю было испорчено имущество. А анонимно, то есть ты этого не одобряешь, не поддерживаешь? Анонимно непонятно, но это просто беспредел происходит. Кому-то сожгли машину, пресса в любой момент может это выкрутить, как в стране начался конкретный беспредел. Если это какая-то, там, акция прямого действия, пусть даже какого-то неизвестного патриота, ну, четко понятно за что и кому, то, ну, хоть как-то будет понятно людям, что происходит. Я, опять же, никого не призываю к каким-то действиям экстремистским, просто высказываю свою позицию. Спасибо. Спасибо. Спасибо.